С 15 по 17 сентября на Барнаульском гребном канале состоится соревнование Алтайская регата, кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребли на байдарках и каное. Чего ждать нам от этого турнира, об этом поговорим сегодня в студии. У нас в гостях заместитель председателя федерации гребли на байдарках и каное Алтайского края Юрий Владимирович Самсоненко и представитель агентства организации событий ивент корп лайф Александра Панина. Друзья, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Ну что, Юрий Владимирович, давайте начнем с вас. Расскажите для нас, для наших телезрителей, что это за такой турнир у нас в Барнауле состоится и что нам следует от него ожидать? Ну, это, наверное, самый массовый, самый зрелищный, самый мощный турнир в этом году пройдет в Алтайском крае, в городе Барнауле. Это международные соревнования, как вы уже назвали, алтайская регата, кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребли на байдарках и каное. Мы уже провели в этом году международные соревнования, это кубок памяти Константина Костенко. Там также у нас участвовало семь стран, но это детские соревнования. А это уже соревнования среди взрослых. Мы подобные соревнования проводили в 2018 году, кубок чемпионов. На тот момент у нас было 48 спортсменов, топовых спортсменов олимпийских чемпионов, чемпионов Юрия, чемпионов Европы из 57 стран. Но в этом году это будет еще зрелищнее в том плане, что у нас добавились дисциплины. То есть помимо байдарок и каное, которые мы и планируем провести, будут еще заезды на драконах и саббордах. То есть такого еще у нас в Алтайском крае точно не было. То есть приедет 36 топовых спортсменов. Это призеры и участники олимпийских игр, чемпионы мира, и призеры олимпийских чемпионов мира, и чемпионы призеры чемпионата мира, чемпионы Европы и призеры. То есть в принципе лучшие спортсмены мирового уровня. Ну понятно, что стран будет меньше, всего 7 стран. Мы понимаем по каким причинам. И какие это за страны? Ну очень хорошую команду привезет Болгария, очень хорошую команду, наверное, ну очень мощную Белоруссия. Они у нас участвовали и на детских соревнованиях, которые проходили в августе. И белорусы много призовых мест забрали. И на Кубке Доброй Воли наши девчонки рубились во многих заездах именно с белорусами. Сербы приедут, Колумбия приедет, спортсмены из Колумбии, с Турции. Ну то есть у нас будет 7 стран вместе с Россией. Плюс еще, я это не назвал, Узбекистан. Есть еще подвижки, мы ждали спортсменов из Аргентины, но по каким-то техническим причинам они не приедут. Уже точно? Уже точно, да. Поэтому вот такие престижные, я думаю, что очень высокого уровня соревнования пройдут у нас с 15 по 17 сентября на нашем замечательном Грибовом канале. Одним из лучших каналов не только России, но и мира. Это действительно подтвердили иностранные спортсмены, которые здесь выступали и на Кубке Чемпионов, и на этапе Кубка Мира в 2021 году. Саш, очень много зрителей, я постоянно пишу, спрашивают, где можно посмотреть этот самый турнир, если мы не сможем приехать на Грибовной канал. Но очень много людей собирается сюда приехать. И что они, как зрители, увидят, что для них будет подготовлено, ну, наверное, с развлекательной, с творческой точки зрения? Да, конечно, мы в первую очередь для зрителей готовим не только спортивную часть заезды, хотя это якорь и центральное место в наших соревнованиях занимает. Зрителей ждет и развлекательная программа, и шоу-программа. У нас в этом году отдельной зоной, которой не было, например, на других соревнованиях, на Чемпионате Мира, выделен саппляж, мы его так называем, там, где будут базироваться сапбордисты. То есть это новая отдельная локация, где люди тоже смогут посмотреть на заезды дисциплины сапбордов, смогут отдохнуть, провести больше времени на канале. То есть в этом году не только трибуны, у нас больше локаций, больше интересностей. Также мы учли опыт предыдущих соревнований, поэтому для зрителей будет непосредственно перед трибунами размещены большие LED-экраны, на которых они смогут видеть в непосредственной близости то, что происходит на воде. И сцена, на которой будет происходить награждение вот этих топовых спортсменов, она будет в этом году размещена прямо перед трибунами. Вот, то есть зритель будет у нас погружен в события полностью от и до, и все будет происходить прямо перед ним. Плохо. Да, программы, шоу сейчас она наполняется, это будут и вокальные коллективы, и какие-то шоу-программы, да, то есть следите за расписанием. Скоро оно уже будет выложено. Также фудкорты, это очень важно. Да, конечно. Зрителей мы обязательно накормим, напоим, будет возможность и горячего питания, вот, поэтому приходите, проводите время на Алтайской регате, мы вас очень всех ждем. А будет у людей, у зрителей возможность сфотографироваться со спортсменами, там, я не знаю, взять автографы у них, то есть что-то такое, будет? Да, у нас будет, спасибо за вопрос, у нас будет зона для автограф-сессии, сейчас составляют свое расписание, уже точно с олимпийскими чемпионами, возможно, будет поговорить, сфотографироваться, взять автограф. Для этого можно будет принести что-то свое, либо на месте будет продаваться очень красивый, яркий мерч у нас в соревновании, потому что Алтайская регата, в общем, мы к ней очень хорошо подготовились. И еще одно из самых важных моментов в нашей программе, это розыгрыш. Сразу с интересного. Конечно, конечно, мы не изменяем своим традициям, на каждом соревновании мы радуем наших зрителей не только шоу, но и подарками. Здесь надо быть внимательным, сейчас телезрителям слушайте, запоминайте. Да, у нас будет большой розыгрыш, он будет проходить все три дня. Как принять участие, расскажут, приезжайте на грибной канал, все условия вам расскажут на грибном канале. Розыгрыш, самые большие подарки и призы, это у нас три автомобиля. Да, но также это сабборды, велосипеды будут разыгрываться, различная бытовая техника, подарки от наших партнеров и спонсоров. То есть очень большой пул подарочного фонда, поэтому мы надеемся, что многим улыбнется удача, и есть действительно причина и смысл ехать. Ну, ты здесь там можешь рассказать, что надо сделать, чтобы вы приедете участие? Все очень просто. Так же, как на чемпионате мира, необходимо приобрести сувенирную продукцию на определенную сумму, которая будет продаваться. Ту, к которой вы захотите, у нас ее будет порядка 100 различных позиций. Очень все функциональное, как и спортивное, так и для зрителей. Приобретается на определенную продукцию, и по чекам, которые сбрасываются там же в определенный бокс, это все зрители увидят. Фамилия пишется. Да, пишется фамилия, пишется номер телефона, и уже чек участвует в розыгрыше. То есть все прозрачно, чисто и просто. Да, абсолютно. То есть кто-то может уехать на автомобиле. Кто-то обязательно уедет на автомобиле. Ну, надеюсь. Я тоже хочу принять участие в этом. Игорь Владимирович, расскажите, у нас приедут болгары, белорусы, спортсмены из Колумбии. Вот чем их подход к гребле отличается от нашей, от российской? То есть чем они отличаются, чем они будут удивлять нас? Да, я думаю, отличия зарубежных спортсменов от российских абсолютно нет. Методики подготовки одинаковые. Я думаю, здесь никто никого не удивит. Естественно, это спортсмены топовые, и наши российские спортсмены будут топовые. Поэтому, я думаю, в этом плане примерно они в равных условиях и на равных позициях. Единственное, что я бы хотел отметить и сказать, что по опыту проведения уже международных соревнований, которые у нас проходили, и всероссийских соревнований, все спортсмены, которые на первый раз приезжают к нам в Барнаул на гребной канал, они удивляются нашей легкой воде. То есть здесь очень хорошие и высокие результаты показывают, с учетом того, что канал очень глубокий, нет такой волны, и роза ветров очень удобная для спортсмена, нет бокового ветра. Поэтому в этом плане и по качеству спортсменов, и по качеству подготовки, то есть я думаю, все будут в равных условиях. Абсолютно. Вы сказали, легкая вода для наших телезрителей. Что это за легкая вода, в чем ее прелесть? Прелесть в том, что все каналы, которые кроме нашего, все каналы, они 2,5-3 метра глубиной. Чем глубже канал, тем меньше волна, тем мощнее грибок. То есть в этом плане скорость, естественно, у спортсмена в любой лодке, это будет каноэ, байдарка, дракон или басап, он будет выше. Саша, ну, при открочи чуть-чуть занавесочку открытие. Что планируется на открытии? Может быть, там какая-то изюминка, сюрприз? В каком формате это будет проходить? Хотя бы примерно. Сейчас понятно, что еще все составляется. Да, сценарий в написании. Но из того, что можно уже определиться, мы в церемонии открытия идейно закладываем смыслы и хотим отразить именно то, что у нас в этом году присутствуют 4 дисциплины, 3. Каноэ, байдарка, дракон и собор. Поэтому использую разные выражения художественные, музыку, коллективы, номера определенные, которые выражают именно эти дисциплины. То есть на драконов мы будем использовать барабанное шоу. Когда спортсмены ходят на лодках драконов, у них присутствует барабанщик, который им дает ритм. И мы это переносим в церемонию открытия. И точно так же соборды будут определенным образом представлены. То есть у нас будут гимнастические номера с красивыми лентами. Это будет очень красивое шоу-церемония открытия, которое зритель будет видеть прямо перед своими глазами. Смотри, у тебя огромный опыт организации праздников и мероприятий. Вот смотри, насколько важно сейчас именно в спортивной сфере добавлять вот эту медиадвижуху, давай так назовем. Потому что старое поколение, они сейчас удивляются в самом деле, что иногда открытие превосходит сами спортивные состязания. Насколько важно сейчас украшать вот этими всеми творческими номерами каждое спортивное мероприятие? Это очень важно, да. То есть эта часть, она неотъемлемая от спортивной части. Поэтому на самом деле на крупных чемпионатах, мероприятиях иногда действительно правильно сказали, церемония открытия, она становится даже иногда важней. Потому что именно на нее и отдельно даже приходят иногда зрители, которые, конечно же, смотрят потом соревнования. И церемония открытия, то, как она сделана, она является лицом и передает настроение всего события. То есть поэтому очень важно делать ее яркой, соответственно, статусу заявленному, и она обязательно должна быть. Игорь Иванович, еще один к вам вопрос. Какие задачи на предстоящий турнир ставят для себя спортсмены и лично федерация, как и Россия, так и парни из Алтайского края, из Барнаула? Что мы хотим видеть 17 сентября? Ну, из Барнаула-то там практически не будет спортсменов. Ну, тогда Барнаула в плане организации. Единственное, что я имею в виду по «Драконам» однозначно мы выставляем, у нас выставляется 5 команд. Если все у нас как бы пойдет нормально, технических никаких сбоев не будет, то есть Алтайский край выставляет 5 команд на заезды на «Драконах». Пока в России зарегистрировалась, ну, еще регистрация не закрылась, 9 команд, но там 2 категории до 40 и 40 плюс, поэтому мы вот сейчас смотрим, сколько команд приедет. Ну, я так уже смотрел, там и какие-то московские «Драконы» есть, и из Белгорода команда уже забронировала у нас номера и Екатеринбург. Мы вели переговоры с Новосибирском, они уже у нас участвовали на Кубке Алтайского края и с Омском. Но вот как ребята зарегистрироваются, это очень важно для нас. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы больше было команд. Цели и задачи наши. Ну, у Федерации очень такие амбициозные цели. У нас президент Великимович ставит конкретные и очень серьезные цели. Это Олимпийские игры. Мы понимаем, что в ближайшее время это сложно сделать, но на 32-й год, я думаю, что наши ребята с Барнула там должны участвовать. Поэтому такие амбициозные цели ставит Федерация. Я бы хотел здесь еще добавить по именно Алтайской регате, что у нас для студентов там есть прям хорошая такая подвижка. Студенты могут, вход для студентов бесплатный. Они предоставляют как бы студенческий билет. Им выдается бесплатный билет, так как нам надо учесть это требование. МВД, сколько количество на данном объекте. Поэтому студенты могут приезжать и заходить бесплатно. С площади октября будет организован бесплатный маршрут автобуса. То есть они будут по кругу ходить там. Посмотрим, ну буквально там через 5-10 минут автобусы будут ходить, для того чтобы как можно больше зрителей посетили наш объект. И также с РЖД вокзала будет ходить электричка. То есть уже железнодорожники сделали остановку, платформу. То есть можно в принципе доехать вообще без проблем. То есть здесь все как бы продумано и организовано. Специально выделят помещение на РЖД вокзале, где можно будет приобрести билет. Он там стоит 22 рубля. И спокойно доехать до Грибного канала. То есть в этом плане я не вижу вообще никаких проблем. И еще хотелось бы по розыгрышу добавить. Вот Александра все четко так рассказала. Что можно посмотреть на телеграм-канале ссылочку. Там все четко расписано. Правила проведения тиража, что будет разыгрываться. То есть там как бы вся информация имеется. На этом наше время подошло к концу. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни.